Господь своим учеником, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, Тобо исповедую Я пред Отцем Моим Небесным, а кто отречется от Меня пред людьми, открепусь и Я от Тобого пред Отцем Моим Небесным. Кто любит Отца или Матери более, нежели Меня, не достоин Меня, и кто любит сын или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня, и кто не берет Христа Свою и следует за Мною, тот не достоин Меня. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам? Иисус же сказал им истинно, говорю вам, что вы, последующие за мною в вечную жизнь, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолов судить двенадцать колен Израилевых и всяких, кто оставит дома или братьев или сестер. Или отца, или матерь, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит восстократ и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, а последние первыми. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Везде должны дарить мир, любовь, покой и тишину. Как бы это все правильно. С другой стороны, мы часто в отдельных текстах евангельских видим достаточно жесткие рассуждения Господа. Допустим, он говорит о приоритетах. Он говорит о том, что если человек думает, что только на земных основаниях, даже на самых близких людях поставит весь свой мир, и укрепит его, и устроит этот мир, и будет радоваться, как бы устроит такое маленькое царство Божие внутри самого себя, при этом забывая о Боге, часто такие соблазны, искушения оканчиваются неправильно. То есть не получается такой полный мир построить. Обязательно даже внутри отдельной семьи, скажите мне, где нет где-то споров, где-то раздоров, где-то иногда, мало того, что брат на сестру, или сестра там на брата, или брат на брата идет, иногда и сын поднимает руку на своих родителей. Вспомните, вспомните священное писание, даже царя Давида, его собственный родной сын, восстал на него и желал его смерти. Я уже не говорю про какие-то просто человеческие примеры, а это мы говорим о людях святых. Царь Давид, это про отец наш, это тот, кто один из величайших пророков и святых для нас. До сих пор примеры мы его все время почитаем, мы псалды все время в себе в голове, в сердце содержим многие псалмы и стихи. И вот то же самое и здесь, разве это, вот в этом евангельском тексте, разве мы об этом не рассуждаем? Вот, потому что именно этот текст я предлагаю понимать, отрактовать в этом смысле. Если вы более любите землю, и все земное, и даже человека более любите, чем Бога, то тогда у вас все снова к наглую привернуто. Потому что заповедь она гласит не как иначе, как сначала возлюби Бога твоего всем сердцем, всей души, все помышлением, а потом ближнего своего как самого себя. А иногда у нас предлагается другой вариант. Ты должен любить ближнего своего, и таким образом ты как бы будешь свидетелем, свидетельствовать, что любишь Бога. Ты как бы возлюби его. Да как же можно его возлюбить, ближнего своего, или даже дальнего своего? Потому что силы так любить тоже нужны. И что значит возлюбить, понимаете? Как возлюбить? Каким способом, понимаете? Потому что иной раз есть люди, имеющие какие-то коварные мысли по отношению к другим людям, или пользующиеся добротой других людей, или садящиеся просто на шею, и их просьбы, они вроде бы, ну как, их надо бы исполнять, да? Но ты понимаешь, что это просто тебя используют. Тебя используют, как бы сказать, неправильным образом, да? При этом люди не помнят и не знают эти заповеди, вот о которых я говорю. И каким образом тогда реагировать на действия подобного рода людей? Потому что враг рода человеческого коварен. Подходит человек и говорит, помогите, там, нет денег на что-то, или помогите где-то жить негде, или еще что-то. А кто знает, как на самом деле, да? Как это рассудить? Как помочь? Как разобраться? У нас неоднократно уже, и внутри нашего прихода были случаи, когда мы пытались отдельным людям и семьям даже целым помочь. Что-то получалось, а что-то не получалось. Потому что люди чувствовали, что всю заботу о них переваливают, на себя берут другие люди. Вот. И садились, и ножки свешивали, и были довольны. И все у них хорошо. Понимаете? И покушать им принесут, и одежду им принесут, и нигде они не пытаются даже работать. Ну, знаете, о ком я говорю. Вот. И, по-моему, так все-таки этот, условно говоря, эксперимент не очень удался. Да. Хотя те, кто хотел помочь, это многие наши прихожане, они делали это абсолютно искренне. Они делали это абсолютно от сердца. Без всякой коварной мысли. Без всякого там, так сказать, какого-то того, что верните нам, да, что-то. Тут мы все от вам добро сделаем, а вы нам верните. Ни в коем случае этого не было. Вот. Поэтому давайте все-таки подумаем, что хотя вся жесткость здесь говорить, оставить от самого своего, я предлагаю это размышление оставления, говорить о том, что рано или поздно, рано или поздно, все-таки мы должны выбрать эти земные приоритеты. Да, мы должны заботиться о ближних своих, насколько возможно. Но если мы не помним Бога, если мы его не почитаем, не будет у нас сил совершить и исполнить вторую часть этой заповеди о любви к ближнему, о уважении к ближнему, о почитании родителей и о возможном оказании помощи всем, кто в ней нуждается. Потому что даже Господь Духа нам не даст открыть, правильно ли эти люди просят о помощи. Ну, понимаете, не будет у нас возможности рассудить правильно, сделать какие-то, взвесить это все, да, оценить это все с точки зрения духовной, не человеческой такой, да, а духовной. А вот если этого не будет, то тогда и помощь наша или какое-то взаимодействие будет, ну, обычным таким человеческим, земным взаимодействием без Духа Божьего. И неизвестно, что из этого получится. Тут разные варианты возможны. И еще раз хочу сказать, что Отец Небесный вместе с Господом нашим Иисусом Христом, вместе со Святым Духом смотрят за нами, чувствуют нас, наблюдают с нами и хотят, чтобы мы были постоянно с ними, чтобы Бог, Пресвятая Троица, помогал нам в нашей человеческой жизни. Разобраться даже внутри семейных отношений, внутри большой семьи, я не говорю только там муж и жена, а вот во всеми родственниками. Как мир устроить, как вот обезопасить себя от каких-то искушений, соблазнов и коварных противостояний, понимаете, противостояний и коварных. Потому что иной раз бывает так, что брат с братом не разговаривает годами, отец с сыном не разговаривает годами, понимаете. Вот чего надо бояться, вот чего надо избегать. Постараемся же, будем молить Господа сил, чтобы избавил нас от этих вот лукавых искушений и помог нам расставить правильные духовные приоритеты в нашей земной жизни. Аминь.